К нам в редакцию стали поступать сообщения от граждан о том, что блокпосты вокруг Алматы можно якобы беспрепятственно пройти за вознаграждение. У границ города появились так называемые помогайки, которые практически навязывают свои услуги тем, у кого нет официального разрешения на работу в мегаполисе. Наш корреспондент Нургали Карабаев отправился на блокпост, чтобы проверить эту информацию. Мы подъехали на блокпост в Алтнарде. Сейчас я попробую перейти на территорию Алматынской области, поищу людей, которые смогут меня перевезти на ту сторону. Скажу, что у меня нет разрешения и надо любым способом, возможно, и за деньги проехать туда. И узнаем, это возможно или нет. Зазывающих таксистов рядом не оказалось. Тогда я подошел к одной из машин. Рассказал, что нет разрешения, но надо пройти в область. Водитель, возможно, таксист указал путь. Он оказался бесплатным. Просто иди через рынок и все. Сделай вид, что ищешь строительные материалы. Внутри есть небольшая дверь. Через нее выйдешь. Иди прямо и все. Все так ходят. На рынке в это время кипела жизнь. Как и сказал водитель, я последовал за людьми. В итоге пришел к калитке, через которую все свободно выходили и заходили. Единственная охрана попросила надеть маску. Так мне удалось легко обойти проверяющих. Однако впереди ждал уже большой пост на границе города. Но его перейти оказалось несложно. Там никого уже не проверяют. Только заезжающих. Вот я миновал пост на Алтнорде городской. И сейчас уже нахожусь на территории Алматинской области. Сейчас я этим же путем попробую попасть в город. То есть без препятствий, без проверок. И узнаем, смогу ли я это сделать. На обратном пути было непонятно, смогу ли я попасть в Алматы так же легко, как вышел. Но подойдя к мосту, где стоит блокпост, картина прояснилась. Желающих попасть в город проверяли на посту. Но его без труда можно обойти с краю. Что делали некоторые граждане. Рядом находилась стоянка. Через нее мне удалось обойти полицию стороной. Причем этот маршрут в зоне их видимости. Полчаса примерно столько мне понадобилось, чтобы, минуя два блокпоста, на выезде и везде в Алматы пересечь границу города и снова вернуться в мегаполис. При этом, когда я возвращался, никто из полицейских даже не поинтересовался, кто я, куда направляюсь, есть ли у меня на это разрешение. Все оказалось куда проще. Я обошел. Так делают и другие. Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Информбюро Алматы. Этот материал не инструкция о том, как обойти контроль. Мы хотели показать изъяны в работе пропускных постов. Ведь получается, что карантин действует, но его многие нарушают. Хотя за несоблюдение требований карантина могут оштрафовать на 10 МРП, то есть на 28 тысяч деньги или даже арестовать на 15 суток. Похоже, полицейские тоже неверно понимают ослабление карантина.